Музыка Я уже давно не ходила в кино, решила исправить эту неправильную ситуацию и сходить на фильм о Ламборгини «Человек-легенда». Приглашаю вас вместе со мной. А вообще в этом влоге будет сегодня все понемножку, а-ля такие будни-будни. Музыка Подскажите, пожалуйста, Мусака, там чего? Ну, первая семья картошка, потом фарш все негаляй. А, мясо есть, да? У меня мяса нет. У меня мяса нет. Можно тогда фасоль стручковая в яйце? А еще есть какая-нибудь рыба, что-нибудь с рыбой или все мясо? Ну, что-нибудь с рыбой есть или все мясо? Ну, вот скумбрию тогда. А я такая грустненькая, она последняя осталась. Нормальная. Нормальная? Зашла вот в такой вот уютненький маленький ресторанчик. Не знаю, что это ресторанчик, кафешечка. Она выстроилась в зале, где я совершенно одна. Вон там есть люди, а я пришла, где никого нет. А вон там вот такая зона, там подушечки, не подушечки такие есть эти, где можно посидеть. Ну классно. Тут все душечки мягенькие. Короче, кому как нравится. Уютненько. Я сейчас собралась в кино. И пока у меня еще кино не кино, я решила покушать. Вот взяла стручковую фасоль, зеленую рыбку, вот такую пироженку и кисель. Что-то мне захотелось кисель. Я его обычно не пью. Так что приятного аппетита, а потом пойдем с вами вместе в кино. Я поняла, здесь такая детская зона. Здесь можно посидеть, поваляться. А вот здесь всякие детские рисуночки. И, наверное, здесь можно пересылать. Не знаю. Ну прикольно. Ну главное, здесь можно детям. Детей сюда отвлечь и мультики посмотреть. Детей сюда. Детей сюда. Детей сюда. Детей digamos. Детей сюда. Т Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Выбралась немножечко за фастфудить. Гришна-гришна, латешечка, картошечка фри. Все для нашей с вами фигуры. А вообще у меня просто скоро маникюрчик. Я решила, что пора его обновить. Хочется что-нибудь такого светленького. С темным маникюром уже как-то поднадоело. Поэтому пришла к своему любимому мастеру. И вот что у нас получилось. Мне очень-очень нравится. После маникюрчика зашла в торговый центр, в магазин «Фамилия». Ну, обычно, я думаю, фамилию люди ходят за одеждой, за декором. А мне захотелось зависнуть у полок со всякими вкусняшками. Понравились вот такие кренделечки с солью. Упаковочка небольшая. Можно всегда взять с собой. Ну, как-то, не знаю, захотелось мне. И смотрю еще, что здесь есть. Всякие батончики. На самом деле, фамилии можно встретить и купить. Такие штучки разные из еды, которых нет в других магазинах. И, в принципе, что-то, если посмотреть, даже по цене можно выгадать. Но хотя что-то и дороже, чем в других магазинах. Вот. И смотрите, какой классный шоколад. Я сейчас, я думаю, что обязательно его возьму с собой. Мне так понравился. Он безумно красивый. С минимальным количеством сахара. С ягодками. Ну, все, что я люблю. Ну, 189 рублей. Но, блин. Вот мой сегодняшний улов. Мне кажется, на работу с собой прихватить. Дома вкусняшек поесть. Самое то. И после я зашла на почту. Мне пришел, наконец-то, адвент-календарь, который я очень-очень ждала. Так что будет скоро распаковочка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я увидела, что в гипермаркетах лента сейчас проходит какая-то классная, нереально выгодная распродажа новогодних товаров. И, естественно, я отправилась в один из дней прямиком в ленту, пока это все не закончилось. Но, как видите, корзины с товарами новогодними достаточно уже мало наполнены. Люди, я думаю, смели все, что можно смести, но кое-что все равно осталось. И вот из этого кое-что я выбрала, ну, реально ценные, ну, действительно, девчонки, да, там были, ну, практически копейки. Там за 100 рублей, за 150 можно было купить целый набор игрушек новогодних. И они такие классные, красивые. Их можно будет, например, ну, или для себя ставить на следующий Новый год, или на подарочек они пойдут. Игрушки. В общем-то, то, что стоило 400-500 рублей, реально очень-очень классно. Лента снизила цены, за что им огромное спасибо. Ну, вот тоже игрушечки, да, стоили 250 рублей, 200 рублей, по 49. Ну, таких цен я уже, честно, давным-давно не видела. Очень здорово, что не стали это все запихивать обратно на склады. В пыли там где-то держать целый год и выставлять на следующие. Именно здорово, что есть распродажи, они настоящие. Вот эти игрушечки я смотрела перед Новым годом. Они стоили около 100 рублей, а сейчас 49. И мне еще очень понравились вот такие игрушки, более стильные, а-ля в таком европейском стиле. Извиняюсь за тавтологию, за повторение. Вот снежиночки не очень, а вот такие домики или автомобили. Не знаю, что это такое, вагончик, автобус или автомобиль новогодний, у которого наверху ёлочка, внутри лыжи. В общем-то, семейство отправилось исправлять Новый год. Для меня эта игрушка примерно в таких ассоциациях. Сейчас я проверю, сколько она стоила и сколько стоит сейчас по новогодней акции. Давайте с вами посмотрим вместе. Пара-пам! Стоила 221 рубль, а сейчас 49 рублей. Естественно, я ее прихвачу с собой и посмотрю сейчас еще что-нибудь. Вот такую игрушку тоже практически в 3 раза 3,5 дешевле, чем она стоила до Нового года. Но, опять же, зачем сейчас они мне нужны? Конечно, сейчас они мне не нужны. Это все на следующий год. Ну, вот такой я запасливый хомяк. И что меня безумно порадовало, так это возможность купить на классные скидки огоньки, которые до Нового года стоили каких-то безумных денег. А сейчас я купила их, наверное, не знаю, во сколько раз дешевле. В общем-то, 600 рублей, а стоили они около 3000.